ПЕСНЯ Отец наш Небесный, благослови нас все из занятия, Господи, открой наш ум к разумению Писания Твое и дай нам понять волю Твою, Господи, дай мудрости нам понять, истолкованное уже. Благодарим Тебя за это тихое, мирное время, за эту погоду. Прибудь с нами, Господи, Тебе за всю вечную славу, Отец и мы Святой Дух. Аминь. Иван, Илья Булки, 21 глава, 1-4 стих. Взглянув же, он увидел богатых, плавших в дары свои сокровища. Тут только что нам было. Вы разговаривали. Да? Да. Увидел также и бедную вдову, положившую туда билет, и сказала, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела. Толкование. Было священное сокровище, удаляемое боголюбивыми, которое употребляли на подделки и поправки в храме, и вообще на украшение храма, и на пропитание бедности. Но в последнее время священники и это сокровище обратили в торговые обороты, разделяя оно между собой, а не употребляя на то, на что определено, оно переначально. Итак, Господь вдовицу хвалит больше всех прочих, потому что она от скудости своей повергла все свое состояние, ибо две лепты, по-видимому, и ничтожны, но укормившихся милостыней, они составляли всю жизнь, ибо вдовица была нищая. Итак, Господь воздает награду, обращая внимание не на то, сколько дается, а на то, сколько остается. В домах богачей, принесших немногое и невеликое, оставалось гораздо большее, а у них дом весь опустел, и в нем ничего не осталось, ибо с верой нужно приносить и добрую совесть, то есть жизнь беспорочную. И кто с ними приходит к Богу, тот, кажется, полагает больше всех тех, которые богаты учением и обилуют языческими добродетелями. Это в каком году так толковало? Ну, это 11 век. 11 век. 9 столетий назад. Как будто сегодня. Все обратили в выгоду. Ящик был, бросали люди для бедных, пожар случился там, умер кто-то, родился. Их брали, как назначали в село. Торгаршество. Вот сегодня, возьми, ни одного монета, ни таинства, ничего, чтобы не обложили налогом. Церковники. Я сколько бился, чтобы торговую точку убрали. Мне говорят, он прислушался настоятель. Я пришел проверить, уже два точка оставит. С той и другой стороны, в Покровском соборе. Вы думаете, как сейчас? Просто так, похлестил, опунули и бесплатно? Нет. Бесплатно? Это ладошка мокрая подалит. А если вы хотите, чтобы погружали, еще 300 рублей добавьте. Водой торгует. Так это не все. Умер покойник? Ну, умер и умер. Нет. А он не верил. Ну, не верил, это ничего. Мы тут разрешили. Все доброе протащим. А как? А сколько стоит это? Три тысячи. А вы как хотите, чтобы хор пел? Да, тогда пять. У них определенный вес. А вы хотите, чтобы дьяконы были в священник? А кто старше? Ну, в священник старше. А выше епископ. Ну, а нам бы епископа. Но его нет в городе. Ну, тогда давайте попарим. Сколько? Тогда десять тысяч. Пять тысяч попу. А вы как хотите, чтобы отпевали его, в гроб принесли и поставили? Или когда несут, чтобы там на улице встретили? Да, лучше на улице, чтобы покойников встретили. Тогда 15 тысяч. А кто хоронит? Цыгане. Цыгане хоронят. А они в могилу телевизор ему ставят, телефон. Они верят в это, что... Ну, как раньше. Если богатый был, ему жен заколает, жеребцов. Все, что есть, бруи туда кладут. Ему там ехать надо будет. Чем это отличается-то у нас-то? Я тебе рассказываю, как вот идет. Это сегодня, сейчас в храме. Это все о тебе с Аким рассказывают. А это кое-что печатают сегодня. Ну, ладно, заразбогател. А где конец? Ну, я приехал сюда, у меня было только тысяча рублей, а сейчас две. А две надо сделать четыре. И так удвоевать до того момента, зато улетают, пока смерть не положит конец этому бесполезному занятию. И везде, куда не пойдешь в церковь, везде отток крайний. В очередь. Да три очереди занять еще. Ты отошел, кто придет за мной, ты скажите, что между нами тут стоит один человек. Я вам покажу сейчас очередь, я встану, и за мной никто не встанет. Вот такое место есть, никто в очередь не говорит. Ах, последний? Нет, я последний буду. Показать? Я покажу вам, куда люди вообще не хотят в очередь становиться. Наша мама, она говорила про это. Не моя очередь. Вот смотрите, баба тоже скажет мне ее. Вот, Виталий Анатольевич, я тут ответую. Ну, за мной остановитесь в очередь. Никого нету? Нету? А ведь бывает и молодые умирают. Туда никак не хотят идти. А он стоит, ждет. А вообще, вся баба закрылась-то. Приснется такое страшное. А ничего нету? Вот такое и есть. То есть, это мы. Вот эту плоть-тощерги съедят, а кости останутся. А вот за это платят очень много. Родился покрестить. Это все деньги. Вот мы сейчас считаем это, никуда это все не делось. Господь смотрит на то, что у тебя осталось. Господь, как я это сказал, тут открытие, да и так понятно. А те ложили от избытка. Ты пойдем в храм Христа Спасителя. Главный храм Российской Федерации. И там доска, и написано, кто жертвовал. А кто жертвовал? Кто больше всех воровал. Кто разорял Россию. Их имена выстроены в ряд. Которые грабили. Когда люди на себя руки накладывали. Жить нечем. Дедейками горным кормили. Инфляция была 10 тысяч и 70. Цифра такая. Если вчера стоила рубль, то уже через 91 по 97 год этот же, этот самый кирпич стоил 10 тысяч и 70 рублей. Я судил, сознаю эту инфляцию. И они, пожалуйста, там Попов, там Лужков, там все записаны. Все Абрамовичи, все Березовские. А они жертвовали. Жертвовали немало. А Богу показать надо, что у тебя осталось. Вот положила все пропитание свое. Она утром встанет, хлеба нет. Но она положила все. Это есть рассказ у Льва Толстого о серьге. Священник там такой. Когда его соблазнила. Она это про Топоповакуум об этом пишет. И он там сначала там палец отрубил. Женщина его совратила. А он в священник был. И он тогда что делать? Он вышел и пошел по миру. И решил к сестре зайти. А сестра живет в миру. Каждый день колготится. Некогда по гребы сходить. Дети. А он в странник зашел. Она не узнала его. Он был очень знатный офицер. Такой гвардейский. Царь знал его. Он узнал что его невеста старен умела делать. И он ее отверху ушел. А вот теперь-то. Он сравнит себя с сестрой. Она посмотрела. Был молодой здоровый. Черт шляется там. Ой да я его осудила. Пошла. А у нее там полтинник. Она 20 копеек взяла. Дала. Он только уходил. А подожди. Она себя осудила. И тебя могла дать больше. У меня дома еще кринка с молоком не доедена. Она вернулась. Все это. Полтинник ему отдала. А вот они знают что-то. Родная сестра дошла. Она отдала все. И рассказ это строится на том, что в жизни бывает. Мы сегодня были у человека, у которого можно кое-чему поучиться. Шестобитова Геннадия Павловича. Мы поехали. Сумку хлеба навязали с собой. Кружек набрали. Кучу. Ложек набрали. А там и так. Если пригласят. Но мы уже с первого часа сказали. Зашли мы и говорим. Все с собой взяли. Он разумно догадался. Он давай которые средства давать. А потом давай наливать. Чашку за чашкой нам наливают. А те хлеба. И только отойдут воды напьются по новой чашке. Ну просто зверский аппетит у наших львов. А мы только сейчас оттуда вернулись. Благодарить Бога надо за него. Я бы стал рассказывать. Не раньше, не позже. Сегодня на меня один вышел и показал, как с пчелами надо обращаться. Ты никогда не догадаешься. Я бы стал говорить, что это не сделать. Тоже. Он говорит. Матыши. А матки нету. А без матки пчел нету. А это показывает, как из пчелы делают матку. У него микроскоп стоит. Надбегается. Пробирка такая. Он у него пчелу задом заталкивает. Пятерышки у нее прижаты. Крылышки. А тут поршень ее выдавливает. А тут отверстие небольшое. Она вылезать дальше не может. А теперь у нее она успокаивается. Не дергается. А у него там пипетка вот так надвигается. Он берет сперму. Сперму берет. Утруднее. И начинает ее оплодотворять. Искусственно. А потом одно крылышко ей отрезает. Ей вылетать не надо. И она теперь делает сразу там 70 маток. И пчелы никого не жали такие спокойные. Я ему говорю. Он говорит. Это не сделать. Это очень сложно. Вот как. И мы все-таки надо ехать. А человек тот про меня даже забыл может быть. И выставил такой материал. Я к чему говорю. Это говорит селье. Вышел сеять и сеять. Вот мы сейчас едем. Нам надо скорее потерять. Скорее пока дождь дорогу не размощил. И успеть на занятия. Здесь сеется семя. Семя не то, которое Господь дал природное. Мы забыли его. Совесть погублена. Но искусственное. Я все к этому применяю. И каждый из нас может таких маток сотню сделать. Другим передать слово Божие. Вот так. Поехали. 5.11 И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал. Придут дни, в которые из этого, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. И спросили его. Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал. Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение. Ибо многие придут под именем Моим, говорят, что это Я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде. Но не тотчас конец. Тогда сказал он. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам. И глады, и моры, и ужасные явления. И великие знамения с небом. Толкование. Когда некоторые хвалили здания храма и вклады. Я думаю, что они говорили о резных и из военных произведениях. Например, о пальмах и херувимах. Третий царств 6.32. Это, быть может, и назвали. Господь ни на что не обращает внимания, но предсказывает разрушение их. Теперь рассуждает о кончине мира и предостерегает их, чтобы они не слушались лжепророков, имеющих прийти прежде его пришествия. Будут войны и смятения, ибо по прекращении всякой любви, естественно, будут иметь место войны и смятения. Вследствие войны наступят голод и мор. Мор от испорченности воздуха, от трупов, а голод от невозделывания полей. Некоторые принимали так, что голод, мор и прочие бедствия будут не при кончине только века, но и во время пленения Иерусалима. Ибо Иосиф Плавий говорит, что по причине голода были ужасные бедствия. Решительно можно понимать вообще о времени кончине мира и пленения Иерусалима. Все, толкование. Вопрос. Вся тайна в том, что ученики задали два вопроса в одном вопросе. Когда это будет и какой признак Твоего пришествия? И Господь отвечает на этот вопрос, в котором два, точно так же. Который касается и взятия Иерусалима и кончины мира. Такой же и ответ. Это сложный вопрос. Глады, моры. Моры относят это скотина дохнуть будет. Мор это к животным. А восстанет народ на народ. Это революция. Внутри, брат на брата. Революция. Сарса на Сарс. Это война. Первая, мировая, вторая. Государство друг против друга. Это внутри пожирать себя будут люди. Гражданская война около 6,5 миллионов сожрала. Русский убивал русского. Так а что еще будет? Обычно в истории повторяется трижды. Это может наступить завтра. Вот так. Мне сбросили вчера ссылку про отца Глеба Якунина. О том, как Берия создавал церковь Московского патриархата со Сталином вместе. Это было в сентябре 43-го года. Он трех митрополитов призвал. Это первый патриарх Алексей, первый Семанский. Второй там Ярушевич был. И там третий, кажется, этот самый будущий патриарх, еще Сергий Строгородский. Вот из трех. А остальные сидели. Они подписали подчиняться власти, нигде не восставать против. И защищали только себя. Какие клички у них. Все опубликовано. Когда ГКСЧП это произошло, отцу Глеба Якунина, он депутат Государственной Думы, ему, ну, Горковного Совета тогда, или как называлось тогда, ему открыли доступ к тайным архивам КГБ. И он выписал все клички. Все. Кто, куда был послан, чем они занимались, как отвечали. Вот Алексей, второй умер, у него кличка была Дроздов. Вот этот Кирилл Михайлов. А его спрашивают, а как баптисты? И он тогда называет, и тоже выписал всех. Кто сотрудничал с Житков, там, Каев, там, Карголь. Всех выписал. А как старобрядцы? А очень, говорит, еще больше всех, говорит, было. Вот это предательство. И перечисляет старобрядческих архиепископов. Тогда митрополитов не было. И где они шли, подписывали, во всем со властями соглашаться. А если кто-то поступает не так, то заклевать его. А было ли где неповреждено? Нет, не было. Два человека только были, которые не поддались. Глеб Якунин и Николай Ишиман показывали. Отца Александра Мения тоже свернули, чтобы он больше не стал говорить. Димитрий Рудков, всех поломали. Два человека, которые до конца были. Так его из Витебска дальше 7 лет отправили в Якутские лагеря. Он там был. Вот я разговаривал с этим, с Высаком Владимиром. Меня спросили, я же у кого-то не сидел, и говорили, а вы будете еще этим заниматься? Я говорю, я этим не занимался никогда. Ну, хоть не занимались, а будете? Я говорю, нет, он против власти. Я против власти, я Евангелие проповедую. А он не подписал. Он написал пир сатаны. Все издал указы, которые давала советская власть против верующих. Ты кого расстрелила, убивала. У меня эта книга есть. И дальше со снимками всех архиереев расстреляли. Владимир Русак. И он еще почти год сидел, когда всех освободили, вот сидел. Так и не подписал. Не подписали, только вот этот более ранний период. Глеб Яконин. Да кони его отлучили от церкви. Потом сняли санну. А потом предали анатами. Отца Глеба. А у меня где-то хранится, надо найти. Я брал последний интервью. Чего? Нет, он умер. Уже было три, наверное, назад. Вот с отомом Глебом Яконином я беседую. Беру интервью. С 17 часов. Это не просто интервью, а по всем вопросам политическим, там, национальным. У меня сильно КГБ просили эту пленку, я не дал. Я говорю, а на работе вы разрешите слышать? Я говорю, ну на работе можно. И который мое дело курировал, Никулин Юрий Михайлович, он приехал с магнитопоном, я вижу. Как мой магнитопон-то у него. Они там поделили тогда, когда у меня 10 штук призрели. И он до утра сидел, слушал. До утра на работе. Я выше-то, ну, сторож, где-то приляжешь. Я тут целую ночь, маялся, а он сидит как сидит, да и глаз не сам пьет. Я выше утром спросил, ну и как он говорит, великий мудрец. Вот как. Это вот все сегодня идет. А что-нибудь изменилось? Нет, теперь власть опирается на церковь. Везде. Куда бы ни повернула власть, она через церковь делает. То уничтожало. И теперь празднует 100 лет расстрела царя. А 18 июля, вот оно, рядом. Три дня назад. И 100 летия образования КГБ, НКВД. И тут же сидят их награждают. Те, которые расстреливали, и кого расстреливали. Вместе. Один праздник. Это все официально заснято там в Кремле или где. А вы как смотрите? Они на нас смотрят. Надо самому вы и готовы. Отца Глеба, я лично знал. Это герой веры. Он 22 года с метлой ходил только. Нигде не давали. Нигде работать. А тут, когда освободили, власти сказали, можно устраивать. Они его вызывают. Уже ставить надо священникам. Ну, согласись, что ты не прав был. Он говорит, а что я был не прав? Вы же сотрудники его все. Был один тут у них, в Иркутске, Хризостоп. Его отправили в Литву. В Вильнюсске, кажется он. И он говорит, я сотрудник КГБ. Моя кличка такая-то. Но вы-то еще молчите. Все 100% мы все вербованные. На епископах, допустим, 30 кандидатур. Потом остается 3. Выбирает даже самого жадного. Выбирает этот жадный, а этот еще жаднее. Наконец, самый податливый на все будет. Самый ревностный распространять идеи коммунизма. И вот чтобы всем пунктам он соответствовал, тогда я сберу тебя епископом. А из епископов теперь уже лепят патриархом. И документы идут. Документы. Они сидят, разговаривают. И идет текст, о чем они говорят. Меня субнили когда. А в это время церковь подписывала документы против меня. Я уже сижу. Я не врут на пропало. Я в ордена матушка Анна. Она слышала это. Говорит, а им надо меня показать, что я не православный. У него, говорит, икон нет. А у меня икон. Одна стена. Там-то кровати. А тут отклоном всю стену. Но на второй строительной. Там одни иконы. А они говорят, икон нет. Она тогда обед подавала. И в архиерее, говорит, там был. Она зашла и говорит, как вам не стыдно. Врете вы сидите. Скачкову, говорит, ты же у меня учился переплету. Ты же ходил к нему каждый день. Ты же видел икону. Он в голову опустил. И вы знаете это. И она их одна всех пригнула. Царство я небесное. Я вчера одной говорю. Говорю, почему тебя одежда замочила, не постирала? Времени не было. Как не было? Когда замочено уже. А там замочено, то я не знаю. В одном тазике поместить. Мы, я к нему приехал, мы беседуем до 12. И, наверное, в туалет пошел. У нее вот эта большая ванна, полный рост. Которая в городе-то. Полное грязным бельем. Я утром, когда встал, у ней все уже висит. Все костярано, все висит. Это как надо работать? Жена священника. Вот Сергей Бурдин приезжал. Это его мама. Вот дьякон здесь был. Он в Афгане болел. Бог исцелил его. Вот мы считаем. Надо применить это к себе. Будут язвы. Да. Это так. Будут болезни. А можно избежать? А зачем избежать? Это на пользу. А можно у Бога выпросить жизнь, чтобы не болеть? Зачем? Болезнь – это лестник смерти. Вот она. Это сигналы, которые дает смерть. Я иду. Поболеть надо. Полежать. Волча помолиться. А если не понял это, тогда еще Бог бьет по ногам, по рукам, по глазам. Это все лестники смерти. И поэтому надо просить силы. Господи, искушения были и будут. Но дай силу все перевести. И не ослабеть. Если ослабеете. А кто же ослабеет? Засоединяется. Горе тому. А мы не искаленнейшиеся на погибель. Мы считаем это. И должны сегодня на себя это обратить. А я как? А у меня как с болезнями? Вчера проехала машина. По деревне. Кто она такая? Думаем-то уже. Раз, сколько раз обворовывали. Думаешь, кто такие? Вечером уже я иду, где позавчера даже не смотрел. А сегодня иду Алешу в дом. Чтобы не попросили с кричью. Утром встал. Ночью. Они ночью ходят. Днем-то проедут. Посмотрят где. В прошлый раз-то поймали товаров. Сколько? Значит, нам это тоже нужно. А если поджигать, да еще что-то? Все в Божьих руках. В Божьих руках. Он может на подходе, я каченью ведь. Один пришел, Серафим. Ой-ой-ой. Беда-то какая. Коня у меня украли. Украли. Плащ. Ты а к чем плащешь-то? Ну конь. Мне не на чем теперь ездить-то. Ты о нем поплачь. О нем кто своровал. Пока разговаривали, конь храпит, бежит. Он только через реку конь его сбросил и ногами затоптал. Ты о нем плачь. О нем. А не о коне. У Бога уже расчет. Это Бог знает. Один ходит, едва согнулся. А тогда были не лопаты, а мотыги. Так поднимать и бить. Он взял шесть мотыг, забросил в сад. А ученика зачем? Он говорит, а ночью к нам Бог работников пришлет. И они в шестером воровать. И перелезли. И дальше все забыли. Мотыги взяли и до утра все перепахали. Бог положил такие мысли. И поэтому наша задача до конца не копать. А почему он пошел? А что он такой? Да Бог с ним. Ты о себе. Я вот просил молиться о том человеке, о прокуроре. И по сегодняшний день, пока меня не пробуют. А может быть он обо мне забудет. А может он христианином будет. Молимся. Его Максим звать. Он поставил задачу разрушить музей наш. В лагерь бывший. Бог согретников хороших пошлет. Председательство совета за нас. Только благодари Бога. А там как Бог услышит? Конечно тревожно. Что он сделает? Я посоветовался с юристом. Говорю, а может он ночью прислать? Нет. А может на стороне нанять? Нет. Он должен вынести решение какое-то. Уведомить. Да дай ему Бог ума, чтобы не трогал нас. Нам хорошо, и чтобы ему было хорошо. Я вышел с секретарю и сказал, пусть он нас не трогает. А то я говорю, очень колючий и вонючий. Я буду включаться на президента везде. Мы такую разобьем атаку, ему это близкое мало не покажется. Зачем ему это? Он полковник. Я сержант. Еще сравниваем. Поехали. 12-19 стихи. Прежде же всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете родителями, братьями, родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимыми всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением ваше спасайте души ваши. Толкование. Прежде всего того, что имеет случиться при кончении мира или при пленении, ибо, как я сказал, он с речью о кончении соединяет речи о пленении, возложат на вас, то есть учеников, моих руки. И действительно, прежде пленения Иерусалима апостолы изгнаны были из него по особому усмотрению Божию. Именно, чтобы все ужасы обрушились только над распинателями. А они, то есть апостолы, наполнили весь мир проповедью. Были также проводимы апостолы и предцарей, и правителей. Например, Павла водили к Фесту, к Агриппе, к самому Кесарю. Деяние 25, 6, 23, 26, 32. Обратилось же это для них в славу свидетельством. Поскольку же они были люди простые и не ученые, то, чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужи мудрые, говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились. Ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость. Так что все противящиеся, хотя бы соединились заодно, не возмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть силе мысли ни по красноречию и ни по грешительности языка. Часто иной искусен в составлении умозаключений и находчив мыслях, но при шуме скоро смущается, и оттого во время речи к народу все перемешивает. Но им, то есть апостолам, в обоих отношениях дана была благодать. Поэтому и священники изумлялись в необычной мудрости Петра и Иоанна, зная, что прежде они были люди простые. Диане 4.13. А Павлу Фест говорит, с ума сошел ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Диане 26.24. И Солнов тут 54. Вы будете спасены, и ни малейшая частичка ваша не пропадет, хотя многим и будет казаться, что пропала. Только нужно терпеть, ибо терпением вы можете приобрести ваши души. Враг приступает как бы с намерением взять в плен и старается захватить ваши души, наведя на вас бедствие. Но вы вместо серебра дайте терпение, и этим выкупом приобретете ваши души, и не потерпите в них вреда. Как же не потерпите вреда? Считаем Макавейская вторая книга, шестая, седьмая глава. Страшно просто, считать невозможно. Две матери против закона пошли, детей обрезали, крестили, по-нашему сказать. Так они взяли этих детей, привязали к их грудям. И они ходили по городу, а потом их свергли совершенно. Убивали подряд всех. И надо было все выдержать. Как же не потерпят вреда? С позиции вечности. Кто старяра стреливал, кто арестовывал, все на том свете, ни одного нет живого. Ни одного. Поэтому в 7.39, кажется, и Старахов говорит, помни последнее твое, последний день, и вовек не согрешишь. Я это приобрел. А что приобрел? Пустые руки умер, ничего в руках нет. Это так просто понятно. Вот он был, спортсмен. Вот он дрался хорошо. Помер. И по-друге помер. И борцы были какие. И Владимир Пуцовер. А там что там? Там это не надо ничего. Телесное упражнение мало полезно. На благочестие, на все полезное. Или обетование жизни, сеть и будущее. То есть человек, который творит милость, или помогает. И мы все здесь расположены. И он друг отошедшим в Царство Небесное. И это надо все ежедневно прилеплять. А как я? А что со мной будет? Бескорыстного человека трудно встретить сегодня. Даже очень трудно. Господь, наверное, всех верующих, да? Увел из Иерусалима, ну, своим провидением. То есть до уплевения. То есть не только апостол. А они вышли. И там город был недалеко. И они все туда ушли. И в Иерусалиме не было. У них там по Иерусалиму ходил человек. Звали его Иисус. Иисус это, как у нас имя. Обыкновенно. Иосиф Сталин и Иосиф Вестина. Ну, разная маленькая величина. И здесь об этом точно так. И он кричал везде. Горе вам! Горе вам! Ему спрашивают, что горе? Горе, горе вам! А в последний день, когда враг нападает, он говорит, и мне горе! Всем горе! И мне горе! Вот так. Страша не война, только. На страшне плен. Война убили. Все кончилось. А в плену какие издевательства! Советские-то захватили Берлин. Отдали на растерзание. Чуть не на неделю-то. Более ста тысяч женщин изнасиловали. Советские бойцы. Коммунисты. Что они делали? Это невозможно сказать. А с той стороны, там, в другие области Франции, Легион зашел из диколей из этих... На дядю. Оружие есть. Подряд все насиловали. Старик, мальчик. Не имеет значения. А одного 200-ти тысяч человек насиловали. Там в древеси все разносили. Я после этих серединировал. Я когда считал, это сейчас счет этот. Страну предъявляют. Ну а как? За что никто не знает? Находились, спрятались здесь. Все равно. И теперь как держались они? Гитлер был бы этого не было. Гитлер был бы не было. Восточный-то фронт. Своё знал. Боялись. Дивизии шли, сдавались на Запад, чтобы и к советским не попасться. Возьми эти города восточные. Миллионы людей гинулись в Западную Германию, чтобы не попасться. То есть они слышали, что они делают. Безбожники. И отдали на водку. А что немцы это не делали? То-то и одно, что не делали. Где-то, может, сейчас, в порядке, какой-нибудь ядер, его расстреляли, свои же немцы. Нет нигде. И фильмы показывают. Он офицер. На квартире тут у кого-то стоит. И он всё для неё делает. Как будто это русский человек. Он уговаривает её, что сейчас трудно будет. Поезжай к моим родителям в Германию. Там тебя... Она ещё никто ему. Советские этого не знали. Те хоть как-то маленько верили. Вот так, чтобы захватить его Москву. И тогда насилуйте. Этого не было. Гитлер этого не делал. Там был очень строгий закон. А здесь нет. Захватили всё ваше. Грак убивает. Вагоны, вагоны. Там Жукова одного сколько отняли. Доложили, когда Жукова, почему снял. Он с министра отправил в Одессу. А у них что такого не было? Не было. Не было. Это нигде. Ну, было бы. Гардлер другой бы описал мне это. Не было. Почему? А они знали, что есть Бог. Я вот много судился и пришёл к выводу. Судья может быть только верующий. Неважно, кто католик, баптист, мусульманин. Лишь бы знал, что за всё, за гробом отвечать. Он тогда не будет этого делать. А это хоть что подпишет. Взятку дали, она судит. Вот я судился. Один тут напал на меня. Морозов. Полюшка, поле. Я заходил в школу. Здесь школа была направо, как садовый. И жена со мной, это Надежда Васильевна, учителя, что отталкивала и шёл по рядам. В классе там и раздавал Евангелие ученикам. Я обратился в архив. Архив выдали. В школе было всего три ученика. Ну, какие ряды? Ряды. Какие ряды? До Библии достать невозможно было. Ну, это даже нельзя назвать. Человек плёл. А секретарь райкома партии по идеологии. Морозов Николай Иванович. И он лгал. Дальше. Каком году это было? Он не говорит. А кто был? Гацинбиллер. Теперь этого Гацинбиллера с ним нашли. Так, а кем он был? Директор научной книги Мамонтова. Так, принесите трудовые вот, чтобы он принёс директор. Он кем, когда приезжал, был директор научной книги? Это точно? Подпишитесь. Написали. Директор научной книги, он стал в 1975 году. А в 1975 он потеряет и исчезла. Какая школа? А учительница была Ульяна Ивановна. Нашли следаём, доктора исторических наук Саши. Сын её. Я говорю, ваша мама Ульяна Ивановна была уважаемая сейчас. Ну, это деревня так. Её все знали. Она у вас тех учила, кроме меня. Хорошая, порядочная женщина. Маленькая такая, вот такая вот. Я говорю, она может, можешь предположить, что в классе я заходил с женой, её отталкивали. Да нет. Ну, суд. Его в суд вызвали. И он говорит, это невозможно. В школе. В то время учитель в таком почёте. Тебя учила его, Елена Ивановна? Да. Я возошёл, её толкал. Зачем я толкал-то? Ученикам раздавал. А три ученика. Ну, ничего не сходится. Деревни-то не было. Не было событий и не было места. 72-й деревня исчезла. А он пришёл в 75-м. Куда он пришёл? А от меня он пошёл к отцу. Я говорю, отец мой, что? Ну, он вот это, повыше вас был. Я тогда приношу фотографию, отец пониже меня. Ну, врёт же ты. Фотография. Алла Петеримова была свидетелем. Говорит, всё так вот и было. Рассказывает, что отец такой. Айосик, это мой брат. Его тоже вызовел. Он сказал, да это брат, он всё путает. Это нас, Богу зовёт. Я не верующий. И он, если никогда так не говорил. То есть, ни одного слова правила нет. И судья потянула его сторону. Он на меня книгу написал целую. А книга там написана. И судья... Я пошёл к представителю краевого суда. Пашков Виктор Иванович. Я говорю, как же так судить? Вы что, суда, Боже, не бойтесь? А ты что, мне угрожаешь? Конечно, угрожаю. Я для этого и пришёл, чтобы угрожать вам. Ты что думаешь, что вечно сидишь? Какая-то должность. Судья, чужая жизнь. У тебя жизни-то своей нету. Мою жизнь рассматриваешь, а я твою не рассматриваю. Как могло быть событие, когда деревни нету? Три года назад она исчезла. Уже они вороньи и мыши. Больше ничего здесь не было. Достали справки, архив краевой. Школа закрытая уже в 71-м была. А в 72-м наши родители уехали. Куда он мог в 75-м приехать? Понимаешь? Что-то надо доказать. А это никак. А там главный архивайверс, Данелия. Она выдала документы, соответственно документы. Это никак. Ирлабоша не верит. Ну как не верит? А мы же израиловам всё затребовали. Тогда написано было. Откуда я узнал, что потеряем эти 200 лет-то? В архивах. В краеведческий музей. Там около. И мало людей ходит. Мало. А вот был глава администрации, Карлен Ставленник, это Александр Богданович. Он дал указание. Все музеи открыть, чтобы бесплатно были. И люди пошли. Ну я посмотрел там горшки. Мне ни одного ничего не дали. Я деньги не должен отдать. Я говорю, да что? Он дал указание, что все музеи работали бесплатно. И мне говорят, у вас в музее будет, ну сколько денег можно огрести? Я говорю, один заход на год. Уже у нас один день работы были. Приехали люди. И они хотят дома образовать лагеря. Я всё объясняю, как это делается, как знакомство, какой устав, как что. Сегодня госпитализорных насчитывается по одним меркам 105 тысяч. Совершенно бесплатно. По другим 35 миллионов, и по последним, 5 миллионов детей, которые не гиги голову преклонить. А после первой мировой, для одного ребёнка не было. Почему? Люди были другие, а не забирали детей. Волна. Почему тогда волны не было в первую мировую войну? Понимаешь как? А я показываю. Это мои клиенты. От 105 до 5 миллионов, это мои клиенты. Они ищи. Я могу ими заниматься. 45 лет я занимался, я передаю опыт. Вы в каждом городе, в деревне можете образовать лагерь этот. Послушай, что он не упал, пастух этот. Потихоньку. Вот какое дело. В деревне работа всегда есть. У нас оришек кто держит? Борубашил и батюшка. Батюшка. Ты видел, когда пасут они? Что там? Заходит деник, маленькая дорожка и всё. А всё остальное, 2,5 метра конопля я вырвал. 2,5 метра. Или беда. Я после бани вчера пошёл провожать их, и когда увидал, пришёл заново всё вырвать. Пригласил двоих, вот Виталия, Сергея. Всё вырвали, всё на улицу выбросили. Комсы наши могут спать. Подходит, да ещё грабляли, ещё, как сейчас потопщик, посмотрим, где тащит бедырёк. Крапиву не вырвешь. Я её лопатой, а Виталий тянет. Я её лопатой выгребаю, поддеваю. И мы уже, луна, в сочетании, с солнца закатилась, а мы только закончили. А почему? Мы деревенские, ему некогда, всё занято. Когда ваша корова лежала в вымя в воде, мы новый забор построили, забор какой. Почему? Мы одно и то же. Нам не надо говорить, мы в другое время воспитывались. И мы за... Он пришёл, Владимир Юрьевич, Галиндухин, с ребятишками. И жертвы у нас были готовы, мы же всё здесь. Какой денег-то сделали? Почему? А нам заплатили за это? Даже смешно. Разве за зарплату работали? Мы сейчас работали, просто молились, и всё. Городской житель ничего этого не знает. И вот нам война-то здесь не нужна, и не будет. А там, сейчас в городах выгнут, сейчас холодильники закроют, ещё в магазинах нет, и всё. Останется ещё у тебя в погребе, может быть, денег. И тогда из погреба выгребут. Там воды нету. У нас вода, колодец. И вот это война, и прочее. Уже надо сегодня организовываться. Это пишут об этом. Так, семей 100-150, из города, из Москвы, пробка будет 130 километров. Образовываться, отдельное поселение, надо уже готовить сейчас. И не где-то, а прямо едешь, в автобусе, надпись идёт, бегущий с тропой. Что надо делать? У ребёнка укажут, что был адрес, как найти телефон, если потеряется. Люди работают над этим. А это как раз отсюда идёт. Ян-за-тоуз говорит так, чем неожиданнее бывает событие, ну, там, умер кто-то, тем она труднее переносится. А если она больная, то больная, 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 сейчас умрёт, как будто у нас бабушка, то угорла, а мы на улице бегаем, прыгаем. Так она лежала сколько. Мы в это лечер, мы в догонячки ещё играли, как сейчас помню. А бабушка угорла. Вот так человек должен готовиться. А об этом нам Господь Христос даёт предупреждение. И поэтому и делает. я вообще после вечера вечера, как будто я в бане не ходил. Там, выглядаешь, из земли-то, а она свой-то небольшой, она с навозом, полные сапоги, везде всё налетело. И всё равно всё сделали. Вот зайди сейчас, посмотри, ты не узнаешь, что там есть. Да ещё гроблями, да выстремли. Почему? А вот думаешь, перед Богом это всё. И пошли на больное. Я опять два раза, только берём всё сушил, сейчас после бани. В дребезину промокли. А на душе легко. И Господь, это всё, я у Христа научился. А был бы не верующий, да плевал я там на ваши баданы где-то. А так всё. А я не просто так подошёл, а они, у нас если мясное есть, то молочное нельзя есть, по еврейски. А они же что-то ели там. Я подошёл, Виталий, ты барашка кушал? Да. Серёжа, а ты барашка кушал, батюшка отрезал, дал бесплатно, да, не разговаривал, пошли. Я даже спрашивать не стал, пойдёшь, не пойдёшь. Барашка кушал, а барашку надо перед смертью хоть один раз полежать хорошо. Не как с людьми, один раз в жизни была чистая, когда её закололи и поскрыли. Давай. 20-27 стихи. Когда живы в Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и подут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, и будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныния народов и недоумения, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеплются, и тогда выйдет Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Толкование. Теперь, самым ясным образом Господь говорит о пленении Иерусалима, находящийся в Иудее, говорит, пусть бегут в горы, находящиеся в окрестностях, пусть не надеются, что их сберегут стены города, но и те, кои будут внутри города, пусть выходят из него вон, потому что это будет не отмщение, чтобы исполнилось написанное, особенно в книге пророка Даниила, 9 глава 26-27 стих. Горе беременным в те дни, ибо они по причине тяжести чрева не могут бежать, и питающимся сами, ибо по причине сильной любви к детям не могут они не оставить их без присмотра, не увести их с собой. Некоторые говорят, говорят, что Господь сим намекает на заклане детей, о котором рассказывает Иосиф, и пророчествует Иеремия 11-22. До сей речь была о пленении, потом о кончении, будут знамения в солнце, и луне, и звездах, ибо с переменой в тваре, естественно, быть новому порядку и в стихиях. У народов будет уныние, то есть скорбь, смешанная с недоумением во всем. Море будет страшно шуметь, и наступят боязни и смущения, так что люди будут издыхать от одного страха и ожидания бедствий, идущих на Вселенную. Но ясно говорит здесь о кончине мира. Он ясно говорит здесь о кончине мира. Ибо Высший говорил, что Иерусалим будет окружен и попираем язычниками, языческими войсками. А здесь говорит о наступлении бедствий для Вселенной. Ибо силы небесные поколебуются. Что я говорю, говорит Он, что при изменении всей твари смутятся люди. самые ангелы и первейшие силы смутятся и ужаснутся при столь страшных переменах во всем. И тогда выйдет Сына Человеческого, кто всеверующий и неверующий, грядущего на облаке, то есть как Бог силою и славу великую. Ибо тогда и Сам Он и Крест Его возблистает лучше солнца, всеми будет признан. Вот о детях и говорит ссылается на Иеремию. Две женщины, у обоих одинаковые дети, маленькие там. Они договариваются, давай сначала моего съедим, потом твоего. Пререзали, сварили, съели, а та спрятала ребенка, не дает. И она пришла к царю и стала говорить, у нас ужас пришел царь, и дальше что он говорит? Это не один случай, это в Святой Библии описано. А ты прикинь к себе, не я это сделаю, а кто-то, и будет поставлен выбор. Повторяю, вторая книга Маковейская, седьмая глава. И мать сама уговаривает, а все ничего, только кусочек свиного сала, вот такой, там губу помазать, съешь, и иди домой, и другом царя будешь, тебе все сделать. Нет, и она, царь его уже шестерых казнил, это ее дети, кровинки, и остался последний. И царь говорит, ну угови его, чтобы хоть одного на тебя оставить. И она говорит, посмеваясь, посмотрит на него, а ему сын и говорит, сынок, я не знаю, как вы защаялись, как родились, как у тебя десять пальчиков перечисляют, но братья твои получат все обратно, а их жарили на больших сковородах, там испарение какое идет, глаза выдавливали. Братья там и по пальцу рубили. Выдержи все, и я буду мать семерых мучеников. Прикинь себе это все. Это прям тебе сегодня, сейчас. Или я сделаю то, что угодно, лишь бы только сына не трогали. А сын-то нуждается ли в этом? С позиции вещности надо смотреть. Я сегодня смотрю, вот, стоят, молятся. здесь один, здесь другой. Здесь мать стоит, здесь отец. Ребенок с отцом. Он за руку подтягивает, отец руку держит, вот на такое расстояние. Вот уже только оторваться, и он не может, он крепко держит. И мать протянула руку, и он весь там к матери, но мать коснулась его, вот только вот так пальцем прикоснулась, он наверно отвернулся и сразу руку к отцу протягивает. То есть она ему не нужна, у него игра идет, а они этого не понимают. И он ее тянет, тянет, и только он дотянулся до отца. Я гляжу, я хорошо вижу, сзади стою. Вот так только коснулся, руку взял, он сразу же отвернулся и к матери руку протягивает. Ну, ты к отцу тянулся, ну хоть минутку, одну или нет. Это очень странное явление, я не видел, это вы по рукам его избаловали, избаловали, дальше не было. игрушка, попутно хочу сказать. Представь, когда у нас их 10 отца было в матери, да 12 коров вручную подоить три раза, толпозно, до своя дома. А ночью еще на то, какие-то, где кладбище там было, то крутить этот клеветон, зерно ощущать. Они в 12 еще не закончили. На ворок пшеница упала, первая проснулась, кищиги-то где? Кищиги, это орион. Это уже 64 девочки, надо и коров доить. И мы этого не знали, чтобы ребенок гонялся за родителями, нигде никак. И вот учить будет почти невозможно. Баба, так? Некуда было заниматься. Это я попутно хочу сказать. наручную. Смотрим. Да, наручную. Ого, она не то, что нам не очень нравится. И имя его прекрасно. Кто-то возьмет ее, кто-то это возьмет. Кто-то идет, она за ним. Не прибыль, он земли не касается. Балуйте его, избалуйте. Сейчас нарадуйтесь, а потом горе вас будет. Горе. А выход какой? Больше рожать надо. И тогда некогда будет, запутаешься. Баба, попутно скажу, моя сестра. Это моя сестра. У нее сколько? Шесть сыновей. А ребенок, так вот, плащет. А муж-то разумный, он говорит, он сухой, накормленный, сиренит рожья, вот, опалу. И они постепенно перестают плакать, и все. Да, да, вот. Вот так. Мне так передавали. Вот, вот, вот. Муж-то здесь, он ему сказал, да не правда, я говорил, иди, спи с ним. Нет, не так. И все, и дети выросли все, и дети, ну, куда выше-то. Крепкая психика у них. Так что, из ребенка, идола делать не надо. Да. Никак. А как? А вот договорились, а он плащет, он еще ему не доспеется, подпояшил крепче. А что я говорю, ты думаешь, ой, мать, я посты уже делаю сейчас. Когда скучаешь, это уже, считай, тебя ненавидят. Понимаешь, у него понятия нет, у родителей такое. А мы, понимали, родители, я считаю, интересно, как боялись. Мы уже большие, мне 5 лет. Я на поле иду, километра 4, один. Отцу несу еду. Принесу домой, приду домой. А мать даст, допустим, лунки, два вида. А огород полгектара, сынок, надо... И я ползу там, у меня не видно в картошке, в коле. Часа 4 я закончу, два ведра в руки, и там суслики вылить надо. Мне надо суслика поймать, ободрать, в шарщину отвезти 3 копейки. Мне велосипед, корчину учиться. Понимаешь, как-то все так связано, а мы ничего-то не сделали. Мать скажет, отец на солнце жарится там целый день, а вы не сделали. А что отец скажет? Я никогда не знал, что отец скажет. Вот это, что отец скажет, это казалось такое невыносимое в горе. Тогда уже, чтобы отец не сказал, что же вы не сделали-то. Ну, лучше скорее, там я помню, вот так через дорогу колодец, согнуть, а потом в усколы еще и воду таскать, попаливать. Я сильный. А мать ничего больше не говорит, они нас не воспитывали. Почему? А мы смотрели, как они делают. Вот мой муж, вот что же так вот, я за ними переспасил, а он говорит, ты люби, говорит, внутренне все, но ведь ты им не давай, говорит, не бабы ты их, Ты сейчас, ты, бабы, вот вся истина здесь, вот он меня как учил. Что интересно, это я уже скажу так, у меня есть человек, самая бушальная антипатия к нему, Володя Ульянов, и у них мать была, Мария, а она не позволяла тетешка и подойти в лишний раз поцеловать ребенка. А то сейчас на два часа расстаться где-то, ну, но сейчас бывает, машина вот с сыном целуется, а он ее в глаза не видит. Какие-то тайны там, ребенок должен быть самостоятельным. Вот, я выводил отца Акима, он за мной идет, Иосифа, и половина Павла, два стола ребенка мне пришлось, я старше их, на пять лет. Были неприятности, идусь и сидела там, и перец где-то висел, она достала и горит. Я прибежал к тетке Настасье, тетка Настасье, у меня доська горит. Я так любил. Она поняла, что огонь прибежал, а она все огнем горит, это перец, не такой, который вот сейчас дряхлый там, а такой, что жжет. И вот матери детей своих хранили для Бога. Я говорю, на твоих глазах будет мучить, ты готова отдать? Только одно, одно, скажут, прилепи, или еще что-то. Нет. Наша мать говорила, в пионер вступишь, на галстуги тебя там повесят, где бесит демона, и будешь вот то и то. Она ничего не знала, Евангелия не было, и мы этого боялись. И в консовол никто не вступал. Нигде. Вот как, как благодарна матери, мое отец-то такое было, чуть-чуть, туманная вера была, перед смертью там, а мать вот это скажет, этого нельзя. Что она сказала, нельзя, как огня боялись. Отец только одно говорил, хочешь ты пей, курить хочешь, сули, но не воруй, в карты не играй. Вот это главный наказ. Узнаю, ваш кот шибул. Он работал где-то на приисках, и они играли в карты, а утром и двух уже головой в торфу торчит, убили. И он нас научил, боялись этого. А мать скажет, вот там женщина, там не имея дела, это все сохранить. Как Господь научил родителей. Вот мы смотрим, какая у них была вера, у этих людей. Но они перенесли. Страшное дело. Насколько верить, не знаю. Народ-то со всей окрестности собрался. Миллион сто тысяч погибло. В городе заморили. Город и деревня. Кто в селение, в город не возвращается. Потеряевская участь, еще где-то рядом. Хлынет народ, ноги не будешь подставлять. И строится начнут, что ж не строится, такая растет пшеница. Я не знаю, колонас там, колонюбок, там какой злак растет? Ячмень. Ячмень? Я так и сказал. Я говорю, а может какой-то сорт такой усатой пшеницы? Нет такой? Не бывает? Бывает. Ну бывает, там спрашивают. Она стоит, ровненькая вся. Протравливают. А когда тут не было, мамонта рассеяли. И приехал тогда, он сейчас митрополитом, англок Никита Феоктистович, он митрополит Антоний. А там сорняк такой. Я первый раз видел, что мужчина заплакал. Зашел и заплакал. Это как можно землю так не любить? А там пшениченка одна растет, а тут крапива. Ну вот сейчас они травят. А что после себя ставят? Мне интересно. А, что не ко мне вопрос. Нет. Ну вот, я так думаю, пройдут года, вот что-то останется на земле, или мне плевает? Как это учетная? Вот он сейчас ячмей поддавал. 4,40. Я сегодня говорил, это за ним следом ходить и плакать надо. А грабят его. 4,40, он даже бензин, этот не горючий не вернет. Да 4,40, это ломать хлеба. Это что, чтобы государство так делает? Дальше конец света будет только что читать. Никогда не подойдет. Что дальше? Япония, смотрите, участки риса. Военное дело, когда-то застали, чтобы смогли обеспечить, поддерживать. Вот я говорю, как в Америке было один раз. Меня они рассказывают. Приехал начальник какой-то там департамента и приедет в обед. Сначала позвонили, когда у вас обед? Они говорят, там, с двух до трех. Хорошо, мы в это время приедем, чтобы никого не спущать. А вы нас встретите, да. Сколько у вас гектаров? Да у нас немножко 470. А сколько вы берете? Что съедете? Он все записал. И сколько вы получаете? Он говорит, ну вот столько-то там, допустим, полбиллиона где-то. Так. Ну там больше получали. Он говорит так, решение принято, чтобы три года вы ничего не садили. А как жить? Ну вот эта сумма, которая есть, мы умножим на три, на три года вы получите деньги. Деньги, а за что? Ну вот это вы, чтобы земля набралась силу. Я говорю, да не может быть. Что, всем? Во всяком случае, это как-то надо понимать, Федор, представь, три года не работает. Ничего, на поляне заходи, и тебе оплатят полностью, что-то получают. А где деньги? Нефть, газ. Нефть в Америку. А они должны. У них там, кажется, те платят процентов 60, а тут только 13. Вот у нас сейчас в России министр просвещения получает пенсию, которую простой труженик получит только за 200-300 лет. Он за месяц получает. За 230 лет. Самоедство какое. А вот теперь этого и ждать не надо. Мы прочитали, мы теперь совместили в сегодняшнем. Так это народ на народ. Это же народ сам побьет их этих окаянных. Да как же так? Сегодня пчеловод нам рассказывает, а они, он говорит, вот сверху магазин, а все думают, магазин это идти куда-то. Магазин это вторая насадка на колодку, которая под крышкой. Он еще что-то сказал. И опять два значения-то есть. Что-то там такое было. Взятки. Взятки. А? Взятки. Взятки. Пчелы, взятки это берет. А у нас взятки это кому-то дать, чтобы еще-то где-то я взятки не один раз давал. Взятки. Есть только одна взятка, на которую не судят. Взяточник. Он дает большую взятку. Раньше было ему, который взял 15 лет, кто свел 15, всем по 15. И кто дал. Одинаково. И единственный предмет, который не входит во взятку. Книги. И у меня автор, и поэтому я везде дарил книги. Они даже не знали, этот прокурор сидит, и не знает. Я дарю книги. Не об этом говорю. Судья, которая 2 года назад за меня восстала, там, Севастян с ней знакомый, я поехал, он мне помог ее найти, и я ей книги подарил. Она до того дам. Я говорю, как вы за нас заступились? Штраф там, миллион, полтора миллиона, лагерь закрывали когда. А им не рубля не дали-то. Они прям зубами скрежетали. И я нашел ее и отблагодарил. А не наездки книгам украшены бриллиантами. Таким же за бриллиантами будут, а не за книгу уже. Книга во взятку не входит, как умный закон. Вот так. Поэтому я и мэру города дарил, и губернатору, и судеб, и прокурору главному. Я несравненно, несказанно разбогател. Только за два с половиной года проехали, я подарил на 35 миллионов. Представь себе. Миллионов рублей подарил книге. Вот как Бог сделал. А рвать и дрять. Это Бог так делает. И поэтому друзей много, и Майбл пытает. Против книжа воюет. Вот мы сказали сейчас, Александр, вот раз придешь, ласково так, по-хорошему, с Василием, и скажи, вот баба такие слова говорила, я ей говорю, говорила, а у нее опыт у бабы, какой опыт, мы не можем пренебречь. Не скажем так. Не скажем. Не скажем. Неужели у нее... Она у нее любовь к мужу больше, чем к сыну. Да? У нее любовь тогда больше к мужу, чем к сыну. Если она сына-то любит, она должна создать нормальные условия, чтобы он заруби не хватался. Пучи-пучи их. Это правильно. Да ты все знаешь. Ну, она может понять, что кто я такой, прешивый. Просто я говорю, у нас большой опыт. Я водил со мной. У вас опыта меньше. Виделы сделайте с этим мальчиком. Познакомься с нашими сестрами. Вот Алеша сидит. У нее три сына. Маленькие. Она не прешила сегодня. Посмотри, как они у них стоят. Вот это вот моя сестра сидит. С севера ребятишек. У нас было десять. Отец без руки. Пять сыновей, пять дочерей. И мать наша как столица была. Пять недельек, пять снов еще. Я с молодежью, но сосед другая. Мать положила в нас это. Мне говорят, в суд я прихожу, перед мамой на колени встал, мама благослови, я поехал. Мама у меня руки положила, сынок, да благослови тебя Бог, иди с Богом. Вот как. А если так вот так, то ты потеряешь. Я вот вон ту девочку вот. Как? Полина. Полина. Ты когда идешь об обе, ты у мамы благослови, прости. Она говорит, а я так делаю. Она говорит, а я так делаю. Я говорит, не, кришковый, я у мамы благослови, куда могу славить. Вот. Как приятно было слушать. В умах, я буду смотреть просто. Три поклона, иконостас, благослови тебя. Да. А один юноша, юноша он еще, мальчик лет 11, только выскочил, и упал с крыльца, и стал валяться, и пена пошла. Это Александр Иванович рассказывает, отец мой. Ну и, стали разговаривать, когда, как ты вошел в него, он сразу понимает, без. А я, говорит, был посажен под крыльцо, злодеи, колдуны посадили-то. А ребенок без благословения выскочил, я говорю, сразу вошел в него. А когда с благословением выходили, я ничего не мог в тронуться. Это, это есть такое, в житиях святых. А он один святой посмеялся, вот твоя сила, к медной дощечке привязанный сидел. А вот у Тихона, я тоже, он поразил. Зайдет ко мне в комнату, я говорю, где Боженька? Он покажет, где Боженька. Покажет он Боженька, а потом стоит, вот, как радостно. Вот я говорю, дай Бог, чтобы она у тебя это семя осталось, продолжала, чтобы плоды были. Баба-то Ильей, какое по сердцу. Не знаю, прям, аж радостно. У меня, да, Баба-то, у меня есть тихий завет, садимся, я говорю, подождите, сейчас молиться будем. А он стоит, я говорю, пока не помолимся, нет. Он скорее торопится. Я говорю, голова отпадет. Он не слышит, вот. Как ибрея, вот с ними плачет. Как ибрея. А вот когда балует, я вот не могу, гляжу, говорю, так мы не делали, так мы не делали. А сейчас молодежь, ее никто не поучишь. У них сейчас забота, как бутроба, вкусненько делать, сладенько поесть. Сейчас молодежь вся такая. Что, не так? Так, так, так. Это все так. А когда, говорит, вкусно-то поела, а душе-то, как грустно стало. Вот она, вот это-то. А вот поститься у них тихо-то или нет? А? Поститься тихо-то или нет? Пост соблюдают? Конечно. Пусть она ставится на нас. Ну, скажи. А почему у нас вот от груди, если мать отсадила, или как-то все? Я на эту тему, я с ней говорила. От груди только отсадила. Или одного больного нет? А? Я не скажу, что? На эту тему я с ней разговаривала. Она поймет, она умная. Пятницу? Мясо смешное. кормит. О, нет. В среду мясное кормит. Не надо, не надо. Я ей-то говорила. Что-то оказывает. В другой раз, и наелся, все-то, она ему опять толкает. Я не так тебе это? Ну, и всегда. Это выносишь, где-то не снова выносишь. Делал мне борись за среду пятницу. Крепки, вот оно где-то. Вот. Сейчас, я в контакт еще не вижу. А вот спроси, мама просто откала тебя после. Мы не знали, как от груди, только нас отсадила, мама, все хвост подросанное. Нас ведь, раз борта не любят, Бога не любят. Когда ведь Господу Бога возлюбишь, чистый порт полюбишь. Чистый будешь делать. Не только съедаться будешь, а чистый порт возьмешь. Вы Бога не любят. Я тебя болею. Да. Ну ладно, добавь на мою. Нет, нет, нет. Измущения начались с этого, подошли, а то ей трудно будет слушать много. Ну, просто так, и нити, и диету, и с этой среды уже ничего молочного, ни молочного, ни яси, ни мяса. Ребенок, ну, смотри, какой папушка. Это ему и не надо. А он очень тяжелый, очень тяжелый, его поднять не надо. Это вы сердечник его сделаете, его сердечником сделаете, сердечник его сделает. А я им дам уговорить, это не надо совсем. Ребенок должен быть крепким, упал, даже еще не сломалось. Мы прокуратами, когда вы отворялись, не надо давать. Сегодня Геннадий Тихонович когда были у Пчерновода, хорошо объяснил, кто такие трудные. Говорит, да это же депутаты. И всем сразу стало понятно. Это Геннадий Тихонович. Геннадий Тихонович добавил, да, да, администрация там еще. Трудник показал это. Он не выписан. Я ей говорю, это все тут. А где вы хлебали? Это на улице или в доме? Нет, у него где медка качает у него отдельно. И он вот такими маленькими, Галя пришла, его жена, и в чашечки наливает, съели, опять поставляют, опять наливают. Свой хлеб, ложки свои все разложили, вот остальные. Вы по-серьезному? По-серьезному. Ну а мы, у нас хлеба много, а у них что-то с хлебом какая-то там, запрятительность. Мы им отдали хлеб. Много вопросов задавали. Он все отвечал. Я говорю, где через 8-10 будет ролик стать. в прошлом году мы к нему ездили, и он показал. Я ролики-то поставил, так ему из Москвы заказы были. Да. Это реклама. А он, видишь, как говорит, так спокойно. А потом, говорит, у меня есть рой в ямке, а ямка глубокая, видно. И он для нас вывел, дождик капает, и такая узенькая железная стремянка, как это, лестница, он полез, и рой этот достал в районнице. И мы все снимали. Что интересно, он здесь был, жена ее или кто-то приезжал, никогда, ни разу не сказали, не надо, я против, чтобы снимали. Моего согласия нет. Он как будто не видит вообще. Ну, ему это надо. Это же реклама, только что вы сказали. Нет, это человек такой. Ну, у моей сестры Дуси в Топске. Два священника, Михаил Пас, классный отец Александр, ну и все беседы, Дуси, и мы ведем запись. Вот приходит Егор. А то Дусин же сын. Ага, я не давал свое согласие, чтобы снимали. А тут Даниил, Марк, кажется, все собрались. Я не давал согласия. Я говорю, еще согласие у тебя выписывать надо, они как-то, ну спрячься на кухне, что тебя не видели. Кто тебя спрашивает? Не твой дом. Пришел среди беседы. Прекрасная беседа. А я спрашиваю, Денис, а что это такое? Да он говорит, со всеми такое. Вот и все. Авторитета я тебе не прибавила. Снять мы все равно сняли, а люди на этом учатся. Священники авторитетные. Я им отвечаю, как работать с заключенными. Ничего не слышал. А я, он и слышал, бывает, согласие надо. Согласие только в пяти случаях я имею право. И так его не дадут. Всего пять мест. Если ты не знаешь, я тебе могу сказать. Объявлено официально закрытое совещание Государственной Думы. Закрытое. А не закрытое подряд все снимать могут. Второе. Таможенные, вот, где-то на границе, отсюда на Украину, отсюда там еще куда-то. Все пространство таможни закрытое, нельзя снимать. Военные корабли, когда стоят, третье, из военных кораблей. То есть и в министерстве газовой, кажется, и в темной промышленности. В министерстве внутри. А если кто-то запрещает, за этим, вот, в другом месте. Я зашел в магазин Мамонтовая и начинаю снимать. Она молчит. Рядом. Зашел в прокуратуру, я все снимаю. Вот, Игорь, снимает, ни один, ни слова не говорит. И пятое какое? А? И пятое, пятое. Вот пятое там что-то с электроэлектрическим, в министерстве электричества, кажется, что-то. Все. А если теперь мне где-то они мешают, это 330-я статья Уголовного кодекса на того, кто запрещает. Там, кажется, 29-й пункт 1-й Гражданского кодекса. 27-я статья Конституции мне разрешают не здесь снимать. А бывает, кто запрещает, но бывает, он не знает. То есть он попадает под статью под это. И вопросов нет? Это что касается общественных мест. Я тоже у юриста спрашивал, что касается частной территории, то вы без права этого собственника не имеете снимать. То есть это нарушение загона. Я несчастный, я общественный. Общественный, да. 5 мест. Я говорю, если это частное владение, то без разрушения. В отбор же не право заходить. Без моего разрешения. При более, да. В отбор даже заходить. Это речь идет в магазины, я пришел, общественную больницу. Лекарства снимаю, подходит. А нельзя. Вызвали там, это вот администрация Мамонтовская. Она вызвала охранника. Я ему сразу все статьи считаю, и вы повидны. Прокуратура рядом. Я сейчас куплю заявление на вас. Он сразу отошел, больше ничего. И пока мы не вышли, кто снимал-то? Лена, ты или Игорь? Все. И больше они ничего. Мы все сняли. Вот зашли в газету, там вообще без права. Там общественное место. А те знают. В прокуратуре, в суде, в суде вы принесли на прокурора заявление, исковое. Там охранник. А почему снимаете? Я ему статьи сказал. Вышло в судейской такой итоги. А вы что снимаете? Кто-то сказал. Снимаем с тобой. Снимаем свои документы. Она ни слова не говоря, там зашла в кабинет и все. В здание судебное. А вот если суд, то бывает закрыт. И бывает там малолетками связано. Но это место не запрещено. Но как разрешат или нет? Вот мне недавно пришлось быть в суде. А я плохо слышал. А Севастер дело ведет. Я говорю, ты спроси разрешение судьи. Он сразу встал и говорит, вот, мое дело, там, ну, выписать человека надо. А он не слышит. Можно? Судья обратился там к прокурора. Вы не против? Нет. Он говорит, пускай снимают. Я сразу из кармана вытащил. И все пока шло в судебный процесс. А я ничего не слышал. А дома включил, все прослушал. То есть он разрешил. Но не так, что я вытащил и снимать буду. Я должен получить разрешение. А в магазине или где-то я не должен спрашивать даже. А бывает так, милиция останавливает. А он снимает, у него автозапись идет. А он против милиционера. Он еще милиционер не знает, чем это кончится. На него сразу суд подают и суд в этот же день решает, что он не прав. А теперь дальше уже решающий лист. Это все правильно. У нас церковь общественное место. Вот владыка приезжает, Сергий, он никогда не запущен. Никогда. У патриарха Алексея, приезжая у мастерника, фамилия его, монахи ему сказали, фотоаппарат должен быть не электронный, который, а который такой раньше был. Потому что там серебро, а серебро это Божье. А тут бегут какие-то цифры, это не от Бога. Его монахи благословили. И он снимает прямо внутри патриархии. Там Алексей II. Ну и смещенники-то есть такие. Начинают. Что снимаете? Там кто-то другое. А патриарх услышал, подошел, говорит и сказал, не запрещайте. Это наша история. Ничего тайного здесь нет. Вот и весь ответ. А священник внутри запрещает. Я говорю, а почему запрещаете? А у нас вот считайте, там написано 25 рублей. Там 30 рублей. Ему деньги нужны за съемку. Он не против съемки. Он против того, что карман маленький ослабил у него. А мы везде снимали. Поехали. Сейчас вот одна обратилась из свидетелей Егора. Казашка приезжала. Она была Райхан, сейчас Рахиль с батейами. Она из Диеретиков. Пришла православная. Дочка крестилась Руфь и два внука Марк и Рафаил. Но мы, она приехала, я говорю, боюсь, что я к вам не приеду. Мы заучены в интернете. А вы умрете. Я все равно к вам приеду. Я говорю, не езди. Нет, я приеду. Ну и приехала. Мы пошли к архиерею, к митрополиту. Мы, говорим, едем по храмам. Владыка, благословитель. Снимать везде. И все это снимаю у него. А он говорит, а что двое снимаете? Я говорю, один фотоаппарат, а другой, ааа. Ну, а теперь у него двое, так сказать. Двое. Ну и там одна подошла, снимать нельзя. А потом сказали, почему нельзя? Батюшка, ты выпивший был. Я говорю, нет, батюшка, вот только одно. То ли не знаете электронную технику, или что, только телевизор не отдавайте. в телевизор. А что вы, в интернете он еще, а я говорю, нам архиерея разрешил. А архиерея, ну тогда другое дело. Так я мог соврать, нет, не соврал. Мы взяли благословение и снимали во всех храмах Парнаула. Так, то есть, аплодисменты. Песня. 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 Любящий наш Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву. Если есть препятствия из-за нас, устрани их. Мы благодарим Тебя, что благословил нас быть там. Обрати это семейство, припомни их добрые дела, и отъезжающие Александра и Галину с детьми соблюди в пути. Научи нас в воскресный день посвящать изучению Слова Божия. И о чем мы говорили, да не будет это в обиду, а для пользы родителей. Распусти нас с миром, Господи. Избави нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе, Боже, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Еще experimental. Аминь. А, надеюсь, не… Нету. А, потому что-то baba. Тогда мама жила, площади… И мы с тобой с дружиной… Я с ней ходила, и это был когда-то великий кот, или великий, ну, в общем, кот был. Я говорю, что, кошку кормила котом, а я так удивилась, говорю, а что и ты, говорю, кошку кормишь, я говорю, это кот. Она говорит, да, что мы едим, что и кошку быть есть. Вот где бог-то, вот где боязнь, если она боялась бога-то. И вот тут я удивилась, кошку кормить котом. А сейчас пора, ну, повижу, съеду в детницу, мясо толчайки. Алина Александровна, баба, очень любит вас. Парень, это любовь к возрасту настоящим, это любовь, идущим смыслом. Парень, больно, больно, больно. А сказать нельзя. Ты не больно, Парень. А все давно, все равно, можно говорить. Парень, 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 подоговорить, что это не так. Пусть я не знаю. Парень, подоговорить, я попробую садить у меня. Косок, Владимир, я не знаю, я разберусь. Юрий, Владимир Юрьевич, скажи, вот, земля плоская или крупная? Круглая. 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 Я этим занимаюсь за мной, поэтому шар. А думаю, мне сказали, что преподавать не буду. И думаю, ну, у меня был вопрос. На сверку на шар смотреть, он круглый. Как луна, как круглая, на самом деле это шар. Ну, а почему такое? А почему такое будет? Да я училась, а воисты зачем это говорят? Учитесь. Ну, давайте, да. Я трубу. Да, иди, иди. Да, иди, иди. Учит. 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 Учит.